Представители знака Зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Таро-прогноз, гороскоп на неделю с 26 февраля по 3 марта. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Любой таро-прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я так надеюсь, если допустить альтернативные варианты развития событий или нашего восприятия, даже предполагая, что что-то может пойти не так, как я себе запланировала, когда вот мы это допускаем, тогда нас ничто не застанет врасплох, правда. Мы словно себя тренируем на будущее, и в этом определенный плюс тоже есть. Итак, в нашем еженедельном прогнозе основные вопросы, что важно знать, неожиданности, что скрыто. Вот давайте узнаем, какие карты нам выпадут, мои дорогие рыбы и рыбки, и какие подсказки будут. Что важно знать, что для вас будет в приоритете, мои дорогие рыбы и рыбки, с 26 февраля по 3 марта? Чего не избежать? Чему сейчас не время? Или что вам может помешать? Что вам будет помогать? Давайте спросим, что скрыто? Чему вы, может быть, не придаете внимания, значения? Или, может быть, от вас кто-то что-то скрывает. И основные направления в жизни – дела, работы, бизнес, энергия финансов на этой неделе. И личная жизнь, как видят карты, энергетика. Что же важно, что в приоритете? Ну, вообще, королева Пентакли, та, которая сделала себя сама. Она отчасти, вы знаете, сильная позиция. Или вы хотите реализовать какой-то свой план, и он у вас удастся. Может быть, для этого придется. Ну, и не только потратить время, а правильно провзаимодействовать с тем, что приходит на ваш порог. Быть реалистами, мои дорогие, в первую очередь. Королева Пентакли как раз отличает то, что она свою мечту создает в реальности. Она умеет сказку сделать былью, она умеет из хаоса создать порядок. И это важно знать для вас. Может быть, и есть такой человек, который вам будет помогать в этом. Или есть взаимодействие с таким человеком. Но и вам как будто карта уже подсказывает быть точно в таких же энергиях. Как будто не надо с чем-то просчитаться, не должны вы просчитаться. Неожиданности, новости какие-то. Те новости, которые нас могут отчасти застать врасплох. И как будто мы вынуждены на них откликнуться. Нам не говорят, что мы кому-то говорим точка «да» или с точкой говорим «нет». Но как минимум сказать «да, я в теме» или куда-то отправиться. Или, может быть, мы получаем, вы получаете известие о том, что нужно быть в назначенное время в каком-то конкретном месте. Или к вам приезжает человек. Такое тоже может быть. Или какая-то поездка, когда срочно нужно тоже что-то решать. Сама по себе карта еще и может говорить «вы набираете темп». Все-таки восьмерка жезлов – это карта скорости. И карта того, что мы чего-то не можем отложить на потом. Чему сейчас не время. Надеется на его величество случаи. Понимает, что колесо фортуны – это всегда лишь колесо. Оно сначала, нам кажется, идет наверх, а потом оно резко может упасть как будто вниз. Как бывают плюсы, так бывают и минусы. Но это в позиции, чему сейчас не время полагаться, правда, на судьбу. Или полагаться на то, что какой-то вопрос «эх, мне повезет». Нет. Первая карта – королева Пентакли. Она надеется сама на себя. Будет сильная позиция, если вы будете внимательны к деталям. Если вы съездите или согласуете, или, ну, как-то про… Ответите, прореагируете на те новости, которые придут на этой неделе. Мы не можем это отложить на потом. И в то же время будете, ну, так прозорливо, внимательно проглядывать, как может развиваться ситуация. Быть где-то готовым к неожиданностям. И не терять связь с реальностью. Опять же, материалистам-реалистам быть нужно. Что же вам помогает? А вы, когда увидите новые возможности, когда вы, опять же, рассчитываете сами на себя, как будто не должно быть по нулевому аркану. У вас, знаете, неизбежно, посмотрите, ведь это старший аркан. Помогает то, что какой-то этап в вашей жизни уже закончился. И вы можете чувствовать, ну, где-то даже воодушевление. Или, знаете, как я кожей чувствую, что точно прошлое меня как будто оставляет. Теперь будет все по-другому, по-новому. Другой вопрос, нравится это нам или нет. Но нулевой аркан что нам помогает, когда мы не замечтаемся? Милый котик гонится за бабочкой. Обратите внимание. В голове у него он себя представляет на теплой подушечке рядом с миской молока. А на самом деле в реальности он на краю обрыва. Вот с вами не должно такого быть. Не должны. Вот нам говорят. Не время быть где-то в иллюзиях или надеяться на его величество случай. Не произойдет. Но да, может быть, пространство будет помогать тому, кто сам где-то не плашает и старается, ну, себе, может быть, по-солнке подстелить. Или как-то правильно распорядиться возможностями, ситуацией, людьми, может быть, или теми событиями, которые приходят в вашу жизнь. Давайте мы посмотрим, что скрыто. Это карта, когда мы закрываем дверь в прошлое. Ну, тут не совсем скрыто. Мы уже об этом с вами сказали. Но, может быть, этот период не происходит так быстро. И еще какой-то гештольд вы еще не закрыли. Это постепенный такой путь жизненный, когда один за другим вы закрываете прежние вопросы. Как, знаете, дописываете старую главу и вот-вот начнете писать новый сценарий своей судьбы. Вот сейчас сценарий как раз в ваших руках. Вот это перо режиссера, оно тоже в ваших руках. Правда, новый этап жизни уже начинается. Иногда нулевой аркан называют хаос перед началом творения. То есть это еще творение не началось. Но, может быть, какая-то неразбериха, которую вот этот в порядок хаос надо по королеве Пентаклей превратить, как будто причесать, все расставить по местам. Не промахнуться. Но прошлое как будто пытается само оттолкнуться от вас. Не будет так, как было прежде. Давайте мы посмотрим. Дела работы, бизнес. Старший аркан. Еще один. Это аркан. Верховная жрица. Или раньше эта карта называлась Ля Папеса, та, которая все знает. Вы можете скрывать сами о себе что-то. Или желать о себе что-то скрыть. И тут какие-то новости вас вынуждают, правда, либо на что-то откликнуться, либо как-то отреагировать. Но аркан говорит о чем? Не рассказывай себе много. Умей хранить молчание. Умей слушать свою интуицию. Умей себе не навредить. Умей быть интуитивным и одновременно очень внимательным. Не будет мелочей на этих неделях. Для вас важно все. И если мы где-то раскиснем или отложим что-то на потом, или будем надеяться, что разрешится что-то само, то тогда вот эта рулетка судьбы, мы не знаем, в какую сторону крутанется. Как будто вот этот штурвал нужно держать крепко и ближе к центру. Не уходить от каких-то неприятных, может быть, даже сообщений или каких-то событий, которые врываются в нашу жизнь. А наоборот, стараться увидеть, что же есть по факту, без эмоций. Но не должно от вашего внимания ускользнуть что-то важное. А вот вам как будто, может быть, ускользать и придется, но не буквально, а путем того, что вы о себе много не рассказываете. Вам это будет буквально помогать. Вам как будто нужно, но так слегка за кулисами. Ведь карта Верховная Жрица – это, по сути, та, которая все знает. Финансы. Не надеяться, например, что придет человек какой-то на помощь, который раньше помогал, может быть, и так. Кто знает, все же у нас сверху колесо фортуны. Быть более мудро-рациональным и где-то снизить свои расходы. Хотя для кого-то могут, как возможности с банками, да, вполне вероятно, получить кредит или закрыть кредит. Но это у нас так выглядит. Королева мечей. Как известно, это прообраз Юдифи. И тут, скорее всего, по финансам придется говорить себе нет. Оставлять как будто те финансы на тот случай, если какая-то обстановка меняется. Или нам мы вынуждены будем что-то пересмотреть, переделать. Или поехать куда-то. Или, ну, одним словом, мы столкнемся с теми событиями, когда деньги попросту будут вам нужны. И поэтому быть рациональным не совсем нам тут о тратах. Хотя я могу предусмотреть, что согласования, предположим, в банках здесь могут быть очень успешными. Но тогда, если вы берете кредит буквально кто-то, вы должны просчитать. Нельзя брать кредит вот конкретно в этом сочетании карт, надеясь на его величество случаев или удачу. Или что завтра мне кто-то поможет, придет на помощь. Или как-то выкручусь. Вот здесь нет. Будьте аккуратны с финансами. И это не совсем на эту неделю. Тут, скорее всего, на какой-то период времени. Потому что старший аркан – это не на неделю, чему сейчас не время. Не время иску, не время пустым надеждам. И личная жизнь. Посмотрите, у нас выпала пара. Для кого-то, как людей семейных, это взаимопомощь, взаимоподдержка. И вы словно двое будете в этих энергиях. Для кого-то из вас помощь родственников, может быть и так. Но вообще это ваш тыл, когда у вас все стабильно, надежно. И те договоренности, которые были, они как будто есть. То есть, скорее всего, для вас, мои дорогие рыбы и рыбки, неделя не такой большой срок. Судя по этой карте, вы что-то и сами хотите сделать. Но, знаете, с таким материальным подсмыслом, чтобы это было дорого, надежно и любимо. Или это когда, если мы говорим про тыл, когда мы можем на что-то опереться. И вполне вероятно, подсказка на деньги, на финансы, когда просто нужно иметь эти самые финансы. Или пусть в том разрезе, который у вас имеется на данный момент, как будто сохранить для чего-то. Тыл как будто себе самому обеспечить, надежный. Тоже будет важно не замечтаться, не подумать, что завтра нам кто-то придет помогать. Хотя и карта говорит, что есть на данный момент помощники. Но мы ведь не знаем, как сложится завтра, как сложится у людей ситуация. Или что там нас ожидает, как неизвестное. Мы тоже не можем что-то просчитать. Поэтому для вас сейчас, как умелое взаимодействие с тем, что пришло на ваш порог, с новостями, быстро откликнуться, о себе много не рассказать, суметь сохранить деньги, по сути дела, создать себе какой-то надежный тыл. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Еще, знаете, мои дорогие рыбы-рыбки, окружить себя людьми надежными. Не какими-то болтунами или обещателями, что завтра все изменится, или наступит какой-то радужный период, когда можно ни о чем не думать и не беспокоиться. Вот нам конкретно говорят, нет, будь реалистом. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.